Смотрите, мы вроде как зацепили краем на прошедшие недели, в прошлой неделе, события, которые развивались, находились в развитии. Сейчас уже можно какие-то промежуточные итоги подвести. Я имею в виду операцию по деоккупации Харьковской области. Ну и, конечно, здесь имеет некую пролонгацию, как алкоголики говорят. Это ситуация, пролонгацию, потому что мы видим, какие процессы запущены были этой победой, потому что многие вещи находятся хоть и в развитии, но уже с очевидным, предсказуемым, я бы сказал, исходом. Где-то, может быть, в каком-то ближайшем горизонте. Это касается позиции Запада, это касается Москвы, это касается пропаганды российской, это касается, собственно, и Украины. И ее планов к быстрой очистке территории от оккупации. Начнем вот с чего. Все-таки, поскольку идет масса дискуссий, ну, знаете, как так, в разные стороны, мне кажется, что стоило бы обсудить. Вот на ваш взгляд, как можно оценить в целом эти, ну, сейчас уже там чуть больше 10 дней, а реально 5 дней наступления. Это достижение генштаба ВСУ, прежде всего, в первую очередь, тактики-стратегии, которая верная была определена. Это, помимо вот этой успешной тактики, это и действия союзников, которые помогли осуществиться этому. Что бы вот вы в этой иерархии определили, главное, почему этот успех стал возможным? Это для того, чтобы разобраться. Это очень эффективный военный союз Украины и Запада, и, прежде всего, Соединенных Штатов. А что касается этой конкретной операции, мы теперь знаем, благодаря известной публикации «Нью-Йорк Таймс», просто допущенной как бы в лабораторию полководческой мысли генерала Заужиного, генерала Нилли, генерала Остина, мы видим, что Пентагон и Генеральный штаб Украины работают в таком творческом союзе. При обмене очень интенсивным разведывательной информацией, возможности которой американские спутниковые связи, ну просто необъятные и превышают, разумеется, все российские. И этот союз дает, во-первых, очень эффективные военные результаты, а во-вторых, ну я немножко отталкиваюсь от вашего вопроса, забегаю вперед, мне кажется, что политические и психологические итоги вот этих прошедших 50 дней, они даже масштабнее, чем чисто военных. Военным, да, освобождена значительная часть территории, нанесено крупное поражение российским войскам, позорное поражение, если принять во внимание характер бегства, количество отставленной техники. Но самое главное, оно произвело, оно запустило каскадные процессы в двух самых важных точках, в Вашингтоне и Москве. Вот мы подробно, наверное, обсудим и ту, и другую тему, но я просто задам, как бы, нарратив, который господствует сейчас в американском виде. Это еще один возглас удивления, как было шесть месяцев назад, они не сдали Киев в течение четырех дней, как мы думали. Основной рефрен всех статей буквально, тех, которые поддерживали такую путинско-ферстейновскую позицию, основной рефрен, а Украина, оказывается, может победить. Вот это и ненадушное мнение американских экспертов всех мастей. Потому что вот той громадной пропагандистской кампании, развернутой кремлевской агентурой и в Европе, и в Соединенных Штатах, основной такой, наибольшей популярностью пользовался нарратив. Я скажу так, наибольшее количество полезных буржуазных идиотов удавалось зацепить нарративом, да, конечно, это справедливо, Украина жертва агрессии, но понимаете, они же не могут победить. Поэтому если продолжать это страдание героического украинского народа, необходимо, да, смириться с реальностью, заключить какое-то мирное соглашение, которое позволит Украине сохранить часть своей... Это самый такой популярный нарратив, развиваемый путинской агентурой. Он просто сметен, сметен валом публикации. Оказывается, Украина может победить. И вот большое количество полезных буржуазных идиотов, которые кричали, что Карина Малника поблечивается на глазах от своего идиотизма и присоединяется вот к этому, в общем-то, радостному и торжествующему хору, который обнаружил, что Украина может победить. Ну, в качестве самого классического такого буржуазного идиота, которому мы посвятили очень много времени в своих передачах, я назову господина Джек Сэлливана. Вот. После того, как победа линии... Линия Блинкена-Остина стала очевидной, они заставили его кроме расписаться и подтвердить полное единодушие американской администрации. На днях он сделал такое прошумевшее и широко цитирую в украинские медиа заявления, что это исключительно дело Зеленского, украинской власти, украинского общества решать, когда и на каких условиях они могут пойти на переговоры с русскими, а сейчас нет времени на переговоры, нет возможности переговоров, а сейчас мы должны делать все, чтобы помочь Украине осуществить те цели, которые они ставили. Вот дискуссия внутри администрации американской закончилась, и это самый-самый важный результат этих пяти дней, и самый важный политический результат.